Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии! Сегодняшняя у нас тема — это ингрессия Солнца в знак Скорпиона. И это событие произойдёт 23 октября в час ночи и 15 минут по московскому времени. Мы будем переживать один из самых непростых дней в году, поскольку переход Солнца в знак непростого нашего Скорпиона нередко приносит какие-либо кризисные события для нашего финансового состояния, морального, физического. И важно быстро оценивать масштаб той проблемы, если она появилась у вас на горизонте, взять себя в руки и наметить план действий. Скорпион показывает нам слабые места, которые нуждаются в трансформации, в укреплении. Нужно проверять на прочность свой характер и стойкость духа. И если у вас всё хорошо, и в первые дни месяца Скорпиона вас можно поздравить с крепкой защитой на всех уровнях. Но есть вероятность звонков от друзей, у которых не всё так хорошо, как хотелось бы. Поэтому многим придётся поработать с психологами, с антикризисными какими-то ситуациями, с менеджерами. И здесь наступление месяца Скорпиона обостряет наши духовные потребности. У многих может проявляться интерес даже к большим каким-то тайнам, которые захочется раскрыть в себе и в окружающем пространстве. Это может быть интерес к астрологии, интерес к религии, а также желание разобраться в вечных вопросах и погрузиться в тот мир тайны, который несёт некоторую мистику. И, возможно, тут может быть история некого детектива, либо даже какие-то политические вопросы. И также здесь тема может затрагиваться крупных финансовых каких-либо ситуаций, потому как в этот период Солнцем будет управлять планета Плутон. И жизнь здесь становится более медленной, спокойной, таинственной. И многие процессы протекают в тайне. Люди могут выключаться на время из какого-то активного общения и погружаться в более детальные какие-то внутренние процессы, которые будут завлекать вас. В этот ближайший месяц важно не позволять использовать себя ни финансово, ни морально. Важно внимательно отслеживать возможные причины пробоев с каким-либо состоянием физиологии, со здоровьем, быстро реагировать на эти моменты, а также всё, что может быть связано с финансами. И в целом этот период – это наступающие дни рождения нового соляра, скорпионов, с чем я вас от всей души и поздравляю. И в этот период, пока Солнце будет идти по знаку скорпиона, на небе будет складываться квадратура у Солнца с Плутоном. А Плутон будет управлять в этот период нашим Солнцем. И о Плутоне хочется и поговорить. Плутон у нас считается планетой, которая ассоциируется с Богом подземелья. Это невидимый на небосклоне хозяин тьмы и мрака, самый маленький из планет, обитающий на задворках Солнечной системы. Плутон, тем не менее, является самой влиятельной планетой в гороскопе, и спорить с ним не может никто. Аид, он владеющий подземными просторами и имеет власть над всеми, кто находится на этой земле. Плутон умеет нагнетать страхи, манипулировать какими-то нашими базовыми инстинктами и провоцировать, и даже исцелять. И здесь также у Плутона характерно ему, когда он может и убивать, и резать по-живому, скрывать какие-то подавленные эмоции, боли и страхи, а также наши сомнения и вину. Плутон считается чистильщиком дух и великим провокатором, любитель драм и страстей, играющих на грани жизни и смерти. Плутон создает такие условия, при которых обнажаются все несовершенства, но вместе с этим распаковываются и таланты, и обретается личная сила. Открытый еще в 1930 году, Плутон символизирует волю, власть, а также толпу, рок и какую-то большую атомную энергетику, которая также присуща ему. Также Плутону характерны большие финансовые какие-то вложения, какие-то операции, связанные с этим. И Плутон у нас символизирует стихийные бедствия и какие-либо крупные экономические события, что, впрочем, не всегда зависит от самого человека. Господин подземного царства, он лишенный солнечного света и привык иметь дело с теневыми и скрытыми сторонами жизни. В нем много звериной и дикой энергии, в том числе и даже сексуальной. Из-за отдаленности от светила в его природе много бессознательного, инстинктивного, коллективного и родового. Чем дальше планета от Солнца, тем более она связана с мировой кармой. Есть люди, в карте которых Плутон задает тон и является ведущей планетой. Их называют плутонианцы или другими словами плутоники. Это особая каста людей, в гороскопах которых Плутон соединяется с личными планетами и даже может управлять асцендентом. Он может стоять в первом доме и является самой сильной планетой или королем аспектов. Это могут быть и те, у кого много планет оказалось в Скорпионе, но не все Скорпионы являются плутонианцами. Незнакомые с астрологией люди могут узнать плутонианца и без помощи натальной карте. Есть в вашем окружении люди, с которыми всегда получается так, как они хотят. И происходит это без очевидного давления и напора с их стороны. Так происходит само собой разумеющимся фактом, поскольку такие люди имеют энергии плутона. Сильно плутон дает человеку холодный проницательный взгляд. И он будто рентген, он видит вас буквально насквозь. Мощь и сила чувствуются в нем вне зависимости от какой-то комплекции или пола, независимая женщина это или мужчина. Это может быть хрупкая блондинка, скрачивая какой-то и мягкой манерой общения, но ощущение от нее, как от какого-то бульдога с железной хваткой. Плутон наделяет своих подопечных особым каким-то магнетизмом и сексуальностью. Они давят мягко, но неотвратимо. Вы можете даже не заметить, как оказались тянуты туда, куда включаются вообще непланированные какие-либо действия и события. Плутоники способны буквально перевернуть ваше сознание, так как живут в парадигме все или ничего, идут до конца, отказы не принимаются. Это могут быть очень роковые люди и часто им неведом страх. Ведь жизнь есть и под землей, и после смерти. После плутонианцы увлекаются оккультными науками и интересуются также какими-то магическими манипуляциями, неосознанно или вполне осознанно, сознательно. Воплощать в реальность свои мысли и желания они умеют, как никто другой. Плутонианцы, они обладают огромной силой воли и большими способностями выдерживать колоссальные какие-то физические и психологические напряженные ситуации, напряжения, стрессы. Трудности делают их только сильнее, они их закаляют. Это очень живучие люди, ведь плутон воин, он мистик и высшая октава Марса. Там, где Марс может попасть в ловушку, плутон расставляет ловушки сам. Плутонианцы, обладая духовной силой, аналитическим умом и фантастической интуицией, становятся лидерами, явными или тайными. Они не очень любят быть на виду, поэтому чаще могут быть предрасположены к скрытности и к теневой какой-либо роли. Психика у плутоников очень восприимчивая и реагируя на любые колебания, среды не нуждаются в сбросе негатива через спортивную активную деятельность, через интенсивные нагрузки, через экстрим, дабы своевременно избавляться от излишков какой-либо психической энергии. Они чувствительные люди, а жизнь постоянно проверяет их на выносливость. Плутонианцы просто сами притягивают опасные ситуации, чтобы слить напряжение, поэтому они выбирают профессии, связанные с риском, со смертью, с тайнами, с деньгами и с глубинной психологией и трансформацией. Плутонианцы находят себя в среде бизнесменов, политиков, финансистов, а также это могут быть ученые, психоаналитики, хирурги, каскадеры, а также могут быть и спортсменами, исследователями, и гипнотизеры, а также люди, которые могут применять йогу, практиковать ее. Сложно им живется в спокойной обстановке, а в кризисной они чувствуют себя как рыба в воде. И многое по плечу, а зона роста для них это доверие, близость и сердечная привязанность к родным и близким. Плутоники могут быть ревнивыми и собственниками, они могут быть также и мстительными, и тиранами, и деспотами в любви. Их страсть, ревность и напор привлекательны в начале отношения, но в повседневности начинают утомлять. Ревность, она имеет подозрительную природу, обида, настойчивость, она всегда неприятна. Плутоникам надо учиться доверять, уметь слышать и идти на компромиссы. Эти люди умеют добиваться всего, чтобы быть победителями. Их заводит охота и сопротивление мира. Они умеют любить. Миф про Плутона и про Зерпину, дочь Цереры, об этом. В итоге все участники нашли компромисс, но сначала им пришлось пройти через страх и ужас. Плутон много лет жил в подземном мире и стал очень одиноким. Да, плутонианцы, они склонны к интроверсии и одиночеству. Часто именно одиночество может быть их спутником. Однажды Плутон увидел на лугу нежную Прозерпину, дочь богини земледелия, выражая Цереры. Он влюбился в нее и решил ее похитить. И, конечно же, похитил. Он вложил, возложил на голову ее корону и сделал царицей подземелья. Но юная Прозерпина томилась по домашнему теплу, по любви матери и по солнцу. Церера искала на земле свою дочь, забыв в причинах и прочих каких-либо обязанностях. Земля стала холодной и бесплодной, и боги умоляли Цереру снова сделать землю плодородной. Церера отказалась помочь земле, пока не вернет свою дочь. Тогда Юпитер отправил Меркурия с Церерой в подземное царство, чтобы вернуть Прозерпину. Но Прозерпина уже съела зерна граната, а тот, кто ел пищу в царстве мертвых, навсегда к нему привязан. Поэтому случился компромисс. Юпитер постановил, что 6 месяцев из каждого года Прозерпина будет оставаться в подземном мире, а другую половину года она может оставаться с матерью на земле. Черты плутонианцев наглядно представлены в этом мифе. Настойчивость, властность, хитрость, желание уступать и умение находить выход в любой ситуации, неизменно получая свое. Нельзя не отметить, что Плутон и Прозерпина стали едва ли не единственными верными друг для друга, парой среди каких-либо других богов. Способность любить и хранить верность – это приверженность выбору, тоже талант плутонианцев. Определенно у них есть чему поучиться сила духа, железная воля, а также последовательность и упорство в достижении целей, страсть и стремление к истине, несгибаемость и бесстрашие, умение помочь себе и другим в трудной ситуации. Рядом с плутонианцем жить непросто, но если такой человек оказался рядом с вами, то трансформации неизбежны. Мягкие или жесткие все они будут во благо вашего роста и развития. В этот наш зотиакальный месяц Скорпиона он будет не очень-то простым, потому как квадратура Солнца и Плутона будет нас захватывать свою тревожность. И если вас будет обуздывать именно этот страх, то делайте ставку на секстиль Юпитера с Хероном. В любой непонятной ситуации идите учиться, учебные процессы, свет, здесь могут вам помочь. Ведь недаром говорится учеба света не ученит тьма. Учебе все возрасты покорны. И в этот период это у вас может очень даже замечательно получиться. Возможно, вы ранее мечтали изучить какую-нибудь глубоко тему глубокую, получить какой-нибудь диплом, обрести новый сертификат, навык, квалификацию. Что вам сейчас может мешать? Ведь эти внутренние процессы, которые происходят через трансформацию в этом знаке, они могут вам дать очень глубокую какую-то идею внутренние совершенства, которые вы можете найти. Находите отдушину в общении с образованными людьми, которые готовы поделиться своими знаниями. А также обретайте книги по теме, которая вам интересна, и погрузитесь, возможно, в какое-то глубокое чтение, путешествие в мир эзотерики, в мир регрессии, в мир астрологии, и самое главное, не закрывайтесь от общения, найдите таких же единомышленников, которые вам будут интересны, а также это может быть кружок по интересам, который вам даст расширение каких-то ваших внутренних познаний. Ведь мир интересен, когда вы его желаете видеть таковым. Также в этот период Марс сикстилю Курану будет открывать нам двери в новое неизведанное и возможно неожиданные ситуации будут также вести нас к трансформации в раннее неизведанное какое-то начало. Будьте открыты для экспериментов, для чего-то нового, и тогда мир раскроет для вас новые понимания и возможности, которые в целом могут происходить в вашей жизни. Марс также будет делать тригон к планете Нептун, и это может позволить вам погрузиться в божественный мир. Если вы будете верить в чудо, найдете свою дорогу к высшим силам, к Вселенной, то тогда Вселенная ответит вам очень даже большими инсайтами. Из напряженных моментов здесь нужно отметить Меркурий, который будет делать оппозицию на планету Уран, а Марс также будет делать оппозицию на планету Плутон. Ну и Солнце позднее выйдет с оппозиции на ту же планету Уран, и пространство погрузится в очередной виток каких-то трансформаций и каких-то невиданных событий, которые могут быть как в плюсе, так и в минусе. И может возникнуть ощущение, что мир еще больше раскрывает свои грани. Самое главное учиться в этот период. И пусть ваши мысли будут светлыми, и ваша голова будет светлой для того, чтобы принять все те энергии, которые несет трансформация этого знака. И тогда, возможно, очень большие события могут раскрыть какие-то внутренние процессы, которые доселе вам были неведомы, неизведаны. И это может помочь вам проникнуться в новую тему каких-то серьезных трансформаций. Я желаю вам удачи, дорогие мои. Пусть этот период солнечной энергии в знаке Скорпиона будет очень полезен нам всем. И самое главное здесь найти тот важный урок в своей жизни, который Вселенная преподносит, и принять его с открытым сердцем, трансформируя себя, свое окружение, своих родных и близких во благо и на благо себе и своему окружению. Желаю вам удачи и всех благ. Но если вам эта информация была полезной, я буду очень рада вашей обратной связи и вашим комментариям, что очень может продвигать контент моего канала, и большему числу людей будет доступна это астрология, наша Вселенная с ее загадками и ее новыми какими-то венями, которые каждый человек себе может открыть благодаря этой светлой науке. Удачи вам и всех благ. До новых встреч в эфире. Субтитры